Всем не бага, не лага, зрители и подписчики канала Дроша. С вами я, Жека, и сегодня я вам расскажу, как скорее все будет развиваться кузня, что нам в ней ждать и чего опасаться. Но перед началом видеоролика обратите свое внимание в правую сторону экрана. Здесь вы найдете маленькую информацию о том, что на Твиче начали попадать новые скины. Не упустите шанс, подвяжите Twitch Drops. Как это сделать? Ну, есть видеоролик на канале, вот он сверху справа все расскажет. Там я правда говорю об этом все. В общем, смотрите видеоролик, подвязывайте, смотрите другие стримы под Don't Starve Together и выбивайте скины. А мы начинаем. В общем, кузня вот-вот релизнется, и мы все в ожидании, какую же информацию нам предоставит клей. На данный момент в игре очень мало, на самом деле, какой-то информации. И вчера, штрудируя файлы игры, я не особо много информации нашел. Но то, что нашел, хотелось бы с вами поделиться. Давайте в первую очередь обратим свое внимание на шкалу прогресса кузни. Как вы знаете, это общие старания комьюнити. Каждый раз убивая Борилу или уже чемпиона. Не знаете, что такое чемпион? Посмотрите видеоролик, предыдущий буквально, на канале. Там мы убиваем чемпиона. Он на самом деле остался старым. То есть, практически не изменился. Я бы сказал, даже вообще не изменился. Единственное, что на данный момент поменяли, это просто перекаты Борилы. И это немножко грустит, но впереди у нас ожидает, еще видите, целая туча нового контента. И сейчас вы заметили еще одну деталь, что добавили новую вкладочку. У нас была The Forge, непосредственно сама кузня с ачивками. Некий комьюнити анлок. Как мы видим, комьюнити молодец, старается. И мы всем с вами молодцы. Мы открыли на данный момент уже известную нам книгу с Коллемом. И Гуренлаган, да, копье, которое в небеса пропурить способно. И также нам открылся, наконец-то, первый невероятный... Почему-то ее тоже называют Борилла. Окей, окей, я просто думал, Борилла это типа Горилла, а тут свинья. Ну, неважно. Первый чемпион, как бы мы его убили. Это хорошо. Также еще появились некие квесты. Помните, как в прошлом году были некие квесты по типу... Дай пройти без смертей. Заставить черепах вообще не крутиться. Вот это что-то типа того. Некие квесты, которые мы с вами проходим. И на данный момент они типа скрыты, я так понимаю, да? И мы их можем проходить, и тогда они откроются. Просто наугад. Ну, возможно, они потом появятся. Я, честно говоря, не знаю. На данный момент бета, и потому особо ничего сказать по этому поводу не могу. Но вернемся к шкале прогресса. Как мы видим, впереди нас ожидает много интересного контента. И дальше, так сказать, будет где-то процентов на 60, конечно же, факты. На процентов 30 мои додумки и теории. И на 10% фантазия. Так что, в любом случае, не 100% верьте моим словам. Возможно, так не будет. Но приблизительно, около того, скорее всего. Потому что частенько я, ну, угадываю планы клея. Не всегда, но частенько. И мы тут уже можем сделать некую аналогию. Что вот эти наковаленьки, это, скорее всего, некое обмундирование. Либо броня, либо оружие. И поковырявшись немножечко в декоре, в скинах, я сделал вывод, что, скорее всего, будут раздаваться, ну, около приблизительно так. У нас, наверняка, ну, где-то здесь будет, возможно, парочку тулицитовых броней. Возможно, они, кстати, добавятся еще и вот здесь. Потому что аж 4 скина. Зачем делать 4 скина тулицитовых броней, но не использовать их в игре? Глупо, согласитесь. Где-то здесь, возможно, у нас появится вот этот наш палаш. Очень хорошее оружие, по всей видимости. Возможно, оно реально будет бить с плэшом по территории. Я не знаю. Возможно, появятся новые какие-то дудки. Ведь не факт, что клей показали нам все скины, которые будут продавать. Это глупо было бы спойлерить так. Но кто знает, кто знает. Возможно, появится новая книга. Возможно, новый посох. Я, к примеру, ожидаю какую-нибудь иную возможность похилиться. Возможно, венки, шлемы. Все это может быть. Я, честно говоря, не знаю. Но, скорее всего, будет раскидано новое амбудирование. Ну, примерно равномерно. В зависимости от того, какие враги на каком этапе нас будут поджидать. И вы видите два больших вопроса. И, конечно же, вы уже предугадали, что это некоторые боссы. Средний это мини-боссик. И, скорее всего, его будут звать Рхиноцебра. Я не знаю, как это переводится. Но выглядеть этот мини-боссик будет как носорог. Фиолетовый носорог с огромным рогом на носу. Как бы тавтологично это ни звучало. Ну, а сами доспехи его будут выглядеть, как будто, я не знаю, он легионер какой-нибудь римский. Ну, дух арены нужно же как-то соблюдать. Порывшись в файлах игры, я саму текстурку этого босса не нашел. Скорее всего, это связано с тем, что на данный момент беты и попросту, они еще не соизволили влить все файлы игры. Как только у меня какая-то информация появится, я, скорее всего, либо в группе, либо в дискорде скину картинки, которые мне удастся найти. На данный момент я нашел почему-то его только пасть вместе с рогом. Очень сомневаюсь, что он будет вылазить из некого портала и бить нас рогом. Типа он настолько огромный, что ли? Нет, что-то как-то странно. А что по его силе? Вполне вероятно, он будет атаковать некими рывками. Ну, так сказать, разгоняясь и тараня всех на своем пути. Но, возможно, как раз таки Люси будет кайтить атаки этого мини-босса. Кто знает. Мини-офтопчик. Перед тем, как мы дойдем до последнего босса, я нашел в файлах игры очень странную текстурку. Дело в том, что это вроде бы обыкновенный вебер. У него как-то слишком много каких-то эмоций. В основном, конечно, направленных на его агрессивность. Но, с другой стороны, это похоже на обычного паука. Но почему, если это обычный паук, у него какой-то странный окрас наверху? Ну, мое предположение, что, возможно, появятся некие пауки на этой арене, которые будут с нами сражаться. Это, как говорится, не точно. Абсолютно не уверен в этой теории. Но вполне вероятно, что именно новые паучки будут нашими врагами. Ну, и переходя к последнему боссику, это будет, ребята, инфернальный свиноклоп. Да, ребят, мы будем сражаться против огромного свина в доспехах и, по всей видимости, с одним глазом. Нам видно только его шлем. Его доспехи будут зеленого цвета. Он, по всей видимости, будет реально огромного размера. По его атакам абсолютно ничего не известно. Нет ни одной текстурки пока что в игре. Ну, по крайней мере, я не нашел. Только вот такой вот маленький рисуночек. Это все, что нам известно. И вот просто чисто предполагая, да, циклоп, было бы здорово, что на самом деле в зимний ивент клей просто-напросто тренировались вот этим вот лучом из глаза циклоп-оленя. И здесь они ведут его полноценно, но, с одной стороны, это реально круто. Некая мощная атака, бьющая просто вот в пол и идущая за тобой. Но, с другой стороны, это самокопирование, опять-таки. У меня, на самом деле, очень смешанные чувства к этому. Я не знаю даже, как относиться. Вроде бы я рад, что будут новые атаки у босса, а, с другой стороны, не новые они. В любом случае, очень хочется посмотреть на этого боссика. До него еще долго качаться, но я уверен, всем комьюнити мы успеем до него дойти до окончания самого ивента. И многие из вас вот досмотрели до этого момента такие, ну, в принципе, ивент хороший, да. Ну, в принципе, много боссов, это хорошо, вот есть на чем прокачаться. Ну, а какова цель этого ивента? Ведь в горже мы, в конце концов, после того, как накормили глотку достаточно, мы покупали ключ и убегали из того мира. Ребята, в этом ивенте, скорее всего, мы тоже, наконец-то, убежим из глотки. Возможно, кто-то из вас когда-либо замечал вот эту непонятную штуковину. Это замочная скважина. Если быть точнее, скорее всего, переключайте порталов. И чтобы его активировать, нам нужен опять-таки ключ, который наверняка будет выпадать из последнего босса, инфернального свиноклопа. И вот это будет главной нашей целью. Мы, наконец-то, убежим из кузни. А потом уже, типа, по лору попадаем в глотку. В конце хотелось бы сказать, что единственное, что меня напрягает в этом всем ивенте, это его длительность. Не длительность того ивента, что он будет длиться месяц, а вы посмотрите просто на эту шкалу прогресса кузни. Даже учитывая, что, допустим, мы через неделю докачаем кузню полностью, на секундочку призадумайтесь. Среднее время дохождения до первого чемпиона около 20 минут. А их тут 2. То есть, как минимум, эта катка будет длиться около часа. Час просто непрерывного долбления врагов. Да, для кого-то это вообще не проблема, допустим. Но я, к примеру, хотел бы поиграть с подписчиками и одна только комната, пытающаяся дойти до последнего босса целый час. Это грустно. Напишите по этому поводу свое мнение, я бы с удовольствием его узнал. Ну и давайте так, если вы досмотрели до этого момента, чтобы я знал, что вы клевые вообще, да, крутые, смотрите мои ролики до самого конца. Кому какой новый боссик понравился? Либо Архиноцебра? Архиноцебра, повторяю, Архиноцебра. Либо Инфернальный Свиноциклоп. Какой вам больше боссик понравился? Его имя и напишите в комментах. Я так буду знать, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. С вами был я, Жигат Ружа. Надеюсь, вам было интересно данной информацией. Я всегда пытаюсь выучить что-нибудь интересненькое лично для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про второй канал, там летсплей, хорошие. Ссылочка в описании, дружеплей. Всем удачи, до скорого. Не голодайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok